Думаю, места нам хватит здесь. Так, вебинар на записи, и если что, вы всегда вот прямо на этой страничке, где регистрировались, сможете посмотреть ссылку на этот вебинар, либо вебинары будут доступны на нашем канале YouTube. Пожалуйста, в разделе «Questions» напишите, насколько хорошо меня слышно, можно просто поставить плюсики. У вас есть такая панелька справа, и там есть раздел «Questions». Вижу, посыпались плюсы. Ну, отлично. Давайте как-то еще обозначимся. Те, кто у нас был на первом вебинаре, напишите, поставьте, пожалуйста, циферку 1. Примерно мне хоть прикинуть. Да, есть люди, которые по порядку прям слушают. Замечательно. Я сегодня постараюсь как можно меньше показывать какие-то презентации, и как можно больше пройтись именно по админке, посмотреть, как это все выглядит изнутри, как настраивается. Плюс ко всему, я, наверное, не все вещи сегодня заявленные в программе покажу. Некоторые из них достаточно подробно описаны в документации. Вместе с вами посмотрим, где это все находится, как это найти. Потому что у меня нет, например, под рукой того же самого профиля на Яндекс.Маркете, чтобы туда экспортировать какие-то данные. Работать мы будем с моим тестовым магазином. Вот он называется bxem.ru. Это наш типовой шаблон, на котором я обычно привожу всякие примеры. Если вы были у нас на первом вебинаре, то наверняка вы увидели вот такой вот мастер-магазин, который находится в разделе администрирования, магазин, настройки, мастер-магазина. Опять же, даже находясь там где-то в любом разделе вашего сайта, вы можете через поиск набрать мастер-магазин и перейти прямо на этот инструмент. Первая часть мастер-магазина была рассмотрена в первом вебинаре. Я надеюсь, что все основные настройки вы сделали, ввели товары и остатки. Про интеграцию с 1С вряд ли вы подробно обсуждали, потому что у нас есть отдельные вебинары по интеграции с 1С. Если кого-то этот вопрос интересует, напишите в разделе questions. Я в конце вебинара, когда буду отвечать на вопросы, обязательно покажу, где эта вся информация находится. Настроили платежные системы и службы доставки. Посмотрели на основные SEO-настройки интернет-магазина, посмотрели, как настраиваются шаблоны, описания, которые автоматически генерируются и так далее. Поэтому я совершенно спокойно первую часть схлопываю. И мы перейдем с вами ко второй части, когда интернет-магазин открыт, и мы занимаемся повседневной работой. Давайте, наверное, пойдем по порядку и в первую очередь поговорим про адаптивный дизайн. Вместе с вами найдем, что такое адаптивный дизайн и зачем это надо как-то проверить. Если что, у меня здесь открыт наш интернет-магазин. В публичную, скажем так, публичную его часть. Но мы с вами поговорим про адаптивный дизайн. У меня есть как раз под рукой несколько слайдов, которые я хочу вам показать. Смотрите, какая вот по данным Яндекс.Маркета есть статистика. Со смартфона когда-либо совершали покупки уже почти 30% опрошенных. Представляете, половина из них делали заказы через мобильные приложения. А значит, половина делала заказы с ваших или каких-то других сайтов, интернет-магазинов. О чем это говорит? Это говорит о том, что сайт в настоящее время, когда разрабатывается. Изначально надо планировать, что этот сайт должен одинаково хорошо отображаться как на мобильном устройстве, так и на планшете. Смотрите, такая еще статистика есть. С каких устройств выходят в интернет люди? 67% опрошенных используют там. Персональные компьютеры, 41% мобильный телефон, 26% планшеты. И интересная доля, 11% это люди, которые пользуются интернетом с телевизоров, смарт-ТВ так называемых. Динамика какая за год? Чуть-чуть на 1% всего меньше стали пользоваться компьютерами, зато смотрите, как выросли мобильные устройства и смарт-ТВ, устройства с большим экраном. Поэтому при разработке сайта обязательно уделяйте внимание тому, что сайт должен быть адаптивным. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот наш шаблон, который мы предлагаем использовать всем, кто хочет только-только запустить свой бизнес с какими-то минимальными издержками, на компьютере он выглядит таким образом. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на телефоне. Я нажимаю на клавиатуре кнопочку U12, у меня браузер Chrome, и у меня откроется такой специальный инструментарий для работы с кодом, где я могу выбрать, вот так, например, выглядит сайт на ноутбуке у меня. Вот так он будет выглядеть, например, если выберем, не знаю, вот шестой iPhone. Тоже мы можем прокручивать, смотреть. То есть видно, что немножечко он поменялся. Дизайн изменился, появилась менюшка такая тут. логотип тут. Подвал немножко поменялся, новости так страху одной пошли. То есть все сделано для того, чтобы с вашим интернет-магазином удобно было работать один пальчик. Там на iPad, естественно, будет это все пошире. На iPad уже мы видим опять дизайн, у нас стал похож на тот, который мы наблюдаем на экране ноутбука. Вот таким образом это все выглядит. Если есть вопросы по адаптивности, можете прямо сейчас написать, я гляну. Никто ничего не спрашивает, я думаю, здесь все достаточно понятно. С адаптивным дизайном, я думаю, мы закончили, поэтому поставим, что задание у нас это выполнено, и вернемся к нашему мастеру. Что у нас следующее? Монитор качества. Не буду подробно останавливаться на этом. Посмотрите сами, здесь все написано. Это для того, чтобы оценить качество разработки вашего сайта. Вот есть такой специальный инструментарь. Тоже поставлю, что это выполнено. И перейдем дальше. Открытие интернет-магазина. Ну, у нас он открыт. Здесь, опять же, да, мастер подсказывает нам, что перед началом разработки отключить публичную часть сайта в настройках главного модуля. Эта опция сделана специально. Давайте посмотрим, где она находится. Где-то в самом низу, по-моему, было. Да. Временно закрыть доступ к публичной части сайта. Для того, чтобы, если вы собрались вносить какие-то настройки, да, какие-то доработки, чтобы клиенты не видели какие-то промежуточные варианты вашей работы на вашем сайте. То есть просто будет заглушка висеть, что сайт там временно закрыт. Но на самом деле, обычно все разработчики занимаются созданием, разработкой на каких-то тестовых копиях. Поэтому это, может быть, не самая актуальная. Задача. Отметим, что мы его выполнили. И опять же пойдем дальше. Реклама и маркетинг интернет-магазина. На самом деле огромный раздел. И это не только скидки на товары и рассылки. У нас не так давно весь раздел касаемого маркетинга был выделен в отдельный пункт меню. Давайте, наверное, попробуем коснуться каждого инструмента, примерно так прикинуть. Во-первых, это, конечно, пульс конверсии. Что такое конверсия? Давайте, наверное, тоже покажу. У меня есть презентация. Немножечко поговорим с вами про конверсию. Посмотрим, как вообще с ней можно работать и измерять ее. Конверсия – это один из ключевых показателей прибыльности и конкурентной способности. Смотрите, как получается. У вас есть сайт. На ваш сайт зашло тысяча посетителей. Десять посетителей выбрали какие-то товары и сделали заказы. Это значит, что конверсия вашего сайта равняется 1%. Если при этой же тысяче посетителей заказов сделали не 10, а 30, это значит, что конверсия уже равна 3%. Чем выше конверсия, тем эффективнее работает ваш интернет-магазин. У нас есть такой инструмент, да, наверное, давайте попробуем вживую показать. Хотя на мой тестовый интернет-магазин никто не заходит. У меня, видите, какая-то неплохая конверсия, в принципе, 0,82%. Если конверсия уже около 2%, это значит, что это достаточно хорошая конверсия. Мы смотрим за какой-то определенный выбранный период времени, да, если что, можем его там отредактировать, конверсию, и причем конверсию можно посмотреть детально по разным устройствам, с каких заходили, либо по источникам. То есть по устройствам это планшеты, смартфоны, десктопы, что-то другое. А источники это, соответственно, либо SEO, либо контекстная реклама, либо по каким-то почтовым рассылкам и так далее. Ну, прочее, это у меня просто, это сам я самостоятельно вбил адрес, зашел и оформил какой-то заказ. То есть этот инструмент позволяет следить вам за конверсией и смотреть прямо по графику, да, насколько она хорошо у вас растет, либо падает. После того, как вы знаете свою конверсию, вы уже можете как-то работать, как-то прикидывать, что вам стоит улучшить в вашем интернет-магазине, за что надо бороться, за какие показатели, для того, чтобы увеличивать свою прибыль, увеличивать рентабельность вашего магазина. Ну, для этого есть, вот, опять же, такой интересный инструмент, как модель купаемости интернет-магазина. Большинство данных здесь автоматически подтягивается, да, ну, вы можете спрогнозировать, например, посмотреть, не знаю, там, ну, какой будет доход, если средний чек будет там не 5173, как у нас сейчас есть, а в районе 7500 рублей. Да, то есть сразу видно, что у нас эта цифра изменилась. Вот, с этими настройками можно играть и прогнозировать, как будут расти ваши продажи. Тоже не буду подробно останавливаться на этом инструменте, потому что здесь вы можете, опять же, да, нажать помощь и посмотреть в документации, почитать про это. Про АБ-тестирование, не знаю, рассказывал вам или не рассказывал в прошлом выпуске наших вебинаров мой коллега, но давайте, опять же, наверное, посмотрим немножко презентацию. Вот такие вот есть интересные слайды. Смотрите, компания Build.com проводила так называемое АБ-тестирование, да, когда определенной группе посетителей показывали одну версию дизайна, а другой группе посетителей показывали другую версию дизайна. Хотели проверить, насколько увеличится, проверить такую теорию, что пользователям удобнее пользоваться сайтом, чем когда они видят как-то визуально те товары, которые они собираются покупать. Ну, в данном случае это были такие иконки разработаны. Попробовали они сделать меню вот с такими иконками, да, раньше было только простое. Ну, можете для себя ответить, какой вариант вам лично, как пользователю, больше нравится с иконками или без иконок. Аналогичная ситуация была у компании AutoCAD, да, когда они хотели проверить, насколько вырастет конверсия. Ну, здесь конверсия у них не продаж, а конверсия просмотров видеороликов. Вот если видеоролики будут анонсов, да, превьюшки таких видеороликов, что люди рассказывают про какие-то фичи AutoCAD, либо когда прям непосредственно примеры показываются. Тоже можете отметить, какой для вас вариант лучше, больше подходит. А вот как на самом деле выбрали пользователи. Build.com гораздо лучше была конверсия, когда не было этих иконок, там, по-моему, на 22%, а у AutoCAD гораздо выше была конверсия, когда были не говорящие головы, а конкретные какие-то примеры. Ну, здесь стоит понимать, да, тоже, что конверсия, это показатель не обязательно связан с продажами. Просто мы говорим про интернет-магазины, поэтому мы говорим именно о оплаченных заказках. А так конверсия может быть, ну, по совершенно разным показателям рассчитывается. Вот. В BitX24 появился вот такой инструмент, как AB-тестирование, которое можно запустить достаточно быстро, не обладая какими-то техническими знаниями. Давайте вживую попробуем посмотреть. У меня вот даже какой-то запущен здесь. главная страница. Давайте попробуем посмотреть отчет. Ну, да, к сожалению, отчета никакого не будет, потому что на сайт на мой никто не ходит. Ну, тем не менее, если мы нашим пользователям показали два варианта разной стартовой страницы, да, с какими-то, я не знаю, разными модулями или разного цвета, то мы бы посмотрели, могли бы увидеть, на каком из вариантов конверсия выше. Ну, не покажу, к сожалению, да, потому что этого нет у меня. Так, про скидки. Товарный маркетинг. Давайте, наверное, посмотрим в первую очередь самые простые, да, скидки на товар. Вот у меня здесь какая-то скидка уже заведена. Давайте попробуем завести еще одну скидку. Назовем ее глобальная распродажа штанов. Она будет использоваться для моего первого сайта, который есть у нас, с которым мы работаем. Размер скидки укажу 50%. Я могу указать период активности, да, например, что это будет у меня там, ну, грубо говоря, под Новый год только там выбрать тогда, не знаю, с 26 декабря по 1 января интервал поставить. Ну, я не буду это делать. Скидка будет активна у меня, без ограничений. Максимальную скидку, сумму скидки могу указать. Если речь идет о товарах каких-то, которые продаются, да, по подписке, то надо ставить галку, чтобы применялась эта скидка к продлению подписки. Указываем приоритет применимости. Это нужно для того, чтобы, если у вас несколько скидок, да, чтобы, ну, понять, в какой очередности будут эти скидки применяться. Вот. Ну, и опять же, галка прекратить дальнейшее применение скидок, если хотим, чтобы после этой скидки никакие другие не применялись, то ставим эту галку. Пройдем дальше. Условия. Давайте выберем условия. Пускай у нас раздел будет равен... Я выберу каталог. Так, у меня вот это, по-моему, одежда. Штаны. И, наверное, ограничения. Мы можем указать, для каких типов цен будет применяться эта скидка. То есть у нас может быть несколько типов цен. Редакция бизнес, например, позволяет делать отдельный тип цен для дистрибьюторов, отдельный тип цен для обычных покупателей и так далее. И точно так же, как и типы цен, мы можем выбрать, для каких групп пользователей будет эта скидка действовать. Например, мы заведем какую-то группу VIP-пользователей, куда у нас будут входить все покупатели, которые набрали у нас заказов на сумму больше 100 тысяч рублей. И вот только для них мы будем предоставлять такую скидку. Причем сейчас, если я сохраню, то скидка автоматически создается. Также мы можем выписать какие-то купоны. То есть скидка будет включаться на этот товар только после того, как клиент будет в корзине вводить какое-то специальное поле купон этой скидки. Не буду сейчас это делать, сделаю просто скидку. Такую главная распродажа штанов 50%. Давайте перейдем на наш тестовый сайт. Сброшу кэш. И посмотрим, получилось ли у нас тот ли я каталог выбрал. Да, получилось. Все штаны у меня идут со скидкой 50%. Да, старая цена перечеркнута. Новая будет отображаться. Вот здесь вижу какое-то, что-то неправильно. Здесь она должна показываться со скидкой. Ну-ка попробую, если купить. В корзине уже должна со скидкой быть. Да, в корзине уже видите со скидкой 50%. Не знаю, почему, может быть, должным образом у меня не настроен этот компонент. Почему-то он цены показывает старый, без скидки. Должен перечеркнутую показывать нормально. Не буду сейчас разбираться этим. Что еще по поводу скидок? Ну, помимо того, что есть такие вот скидки на товар, существуют накопительные скидки. Мы можем запустить какую-то накопительную программу. У меня вот какая-то уже есть. Давайте даже посмотрим. Да, вот прямо видно, что... Давайте вернусь сейчас. 2% у меня, да, сработало. Это как раз, если... У меня величина скидки будет зависеть от суммы оплаченных заказов. Ну, этот заказ у меня сделан пользователем... Где он? Никита. Да, пользователем Никита Кругунов. Поэтому у меня уже было нескольких тестовых заказов. Естественно, их уже больше 20 тысяч рублей. Не 2 тысяч, а 20 тысяч рублей. Я набрал, поэтому у меня вот дополнительная скидка, это 2% сработало. То же самое, какие-то ограничения для групп пользователей можно проставить. Ну, естественно, не буду никаких изменений делать. Так, давайте взгляну сейчас. Может появились какие-то вопросики, пока я не перепрыгнул на следующую тему. Можно организовать мониторинг конверсии по географическому принципу. Например, конверсия клиентов из Москвы такая-то, а из Владивостока такая-то. Вы знаете, вот, к сожалению, пока нельзя. Инструмент по конверсии пока такой достаточно простой. Но вот в нашем случае нет, пока нельзя. Может быть, вы можете обратиться к кому-то партнеров, кто доделает вам, допили такую штуку. Либо пользоваться будете какими-то сторонними сервисами, которые будут по географическому признаку разделять клиентов. Но тут тоже, да, опять же, если... Ну, сейчас, например, я знаю, достаточно много людей пользуются всякими прокси-серверами. И для того, чтобы на какие-то там закрытые сайты у нас заходить, да, это может сильно повлиять на те данные, которые вы получите по конверсии. Вот, с картинками... А, это по обыдьему тестированию, да, отвечали мне люди. Ну, не знаю, угадали или нет, вот такая вот есть информация. Можно ли сдавать скидки со стороны 1С УТ? Руслан, вот по интеграции с 1С есть отдельный вебинар. Насколько я знаю, пока нельзя. Но в процессе этот вопрос, работаем над ним. Ну, насколько я знаю, там просто не только от нас, не только от Битрикса зависит. Ждем каких-то движений со стороны наших партнеров 1С. Можете мне прямо... Я контакты дам потом. В конце вебинара можете мне написать в личку, пообщаемся по поводу вот скидок из 1С в УТ. Это планируется, ну, в ближайшее время, я думаю, появится. Свяжу вас с нашим 1Сником, пообщайтесь с ним по этому поводу. Что еще есть? Правила работы с корзиной. Давайте, вот какое-то я заводил правило, давайте, наверное, попробуем посмотреть его. Правда, оно для другого сайта? Вот такое вот правило. В принципе, здесь сам мастер настройки, да, похож на мастер настройки скидок на товары. Единственное, что здесь скидка работает не на товар, а на все товары, которые в корзину подают. Ну, например, у нас вот такое вот правило. Применяем к стоимости доставки на ценку, хотя могли бы скидку применить. 50, там, не знаю, процентов или рублей. Плюс еще какое-то еще мы можем сделать действие, да, например, изменить стоимость доставки, либо предоставить какой-то товар в подарок. Вот. Все это сработает, вот эти вот действия, если будут выполнены условия. В данном случае у нас условие такое. Количество товаров, удовлетворяющих всем условиям, больше либо равно 5. Ну, мы можем условие-то проставить одно и тоже прописать еще, да, эти условия. Ну, пока, пока такие вот скидки и правила работы с корзиной придется настраивать самостоятельно, но, опять же, вы можете всегда обратиться к помощи, заглянуть в документации. И, насколько я помню, в учебных курсах прям живые правила были рассмотрены. В дальнейшем у нас планируется, что по дефолту будут созданы несколько самых распространенных скидок, самых распространенных правил работы с корзинами. Вы сможете просто проанализировать, да, как они выглядят и попробовать на их, основываясь на них, создать какие-то свои скидки. Я думаю, со скидками более-менее все понятно. Давайте опять же гляну наши вопросики. «Насколько сильно можно менять дизайн, например, шрифты в шапке, заголовки, карточки товара, цветокнопки, размер фотографии?» Евгения, ну, на самом деле вопрос, наверное, немножечко не по сегодняшней теме. Я бы, наверное, даже лучше лично вам ответил. В двух словах так. Bittrex – это не конструктор сайтов, и вот тот типовой дизайн, да, который у нас сейчас есть, который я показываю, что-то здесь можно менять. Не знаю, вот я там цвет новости, да, например, изменил. Ну, можно модули какие-то добавлять сюда самостоятельно. Но, опять же, потребуются навыки, ну, не то что программирования, но какой-то базовой, например, верстки. Вот. В принципе, сделать можно все, что угодно. Ну, вот в этом магазине, давайте, наверное, даже раз уж начал отвечать, покажу, да, можно немножко изменить цветовой дизайн. Давайте запущу мастер настройки магазина из админки. Пускай будет такой же адаптивный шаблон с горизонтальным меню, но не синий, а красный, допустим. Здесь я могу поменять логотипы, если мне необходимо. Здесь же могу название изменить, какую-то контактную информацию. Туда-сюда. Складской отчет у нас включен. То есть все настройки вот этих интернет-магазинов, которые мы проходим, я сейчас их еще раз пройдусь. Прощелкаю просто, потому что это все вам должны были показывать в первом вебинаре. Каталог-то он на третий, я надеюсь, не завел с товарами. Давайте перейдем на сайт, да, посмотрим. Ну, вот у нас тот же сайт уже просто красный, как видите, да, немножко поменялся. Не помню, ссылки там были синие или нет, здесь стали тоже красненькие. Это самый простой способ, который вот так вот наобум взят. Если мы говорим вот про наше решение. Ну, плюс опять же, да, логотип у меня здесь что-то уже. Ах. Так, вот логотип у меня пропал. Не буду сейчас разбираться, что-то я здесь, честно говоря, наворотил. Но не суть. Почему я все это? Ну, наверное, все-таки лучше делать это не самостоятельно, да, если нет опыта. То есть так вот, как в конструкторе, брать, накидывать, что-то добавлять, ну, скорее всего, что-то получится, что-то нет. То есть ни в чем можно делать. Те решения, которые есть в маркетплейсе, там есть прям, да, как конструктор уже, тут какие-то специальные, разработанные, тут какие-то специальные отрасли. Их вот можно по-всякому настраивать, как вам угодно будет. Ну, ладно, не буду на этом останавливаться. Давайте дальше пойдем. Я вернусь сейчас в мастер-магазин. Посмотрим, что у нас там дальше по плану. Так, со скидками мы с вами посмотрели. Давайте отмечу это, что задание выполнено. Вернемся в мастер. Ага, рассылки, электронные письма. Тоже очень интересный инструмент. Так, но только немножечко не в эти рассылки нам надо попадать. Это старые рассылки. У нас в разделе маркетинга появились новые рассылки. Мы выделили прямо в отдельную область, которая называется, да, e-mail маркетинг. У меня вот уже есть какая-то рассылка номер один, причем, да, на нее подписаться можно прямо на публичной части. Да, я создал такую рассылку, вот она у меня появилась. Давайте создадим с вами самостоятельно другую рассылку. Будем использовать мастер. Мы вообще сейчас достаточно много в админке делаем таких вот визардов, мастеров, да, для того, чтобы пользователю, даже который не обладает такими техническими знаниями, просто было запустить, ну, на самом деле, такой полезный и нужный инструмент. Не знаю, как вы, я очень активно пользуюсь рассылками и всегда рад, когда присылают какие-то специальные предложения персонально именно для меня. Так, давайте создадим новую рассылку. Название будет. Рассылка номер два. Ну, это будет у нас проверка, напишем, допустим, тут. Проверка, да. А, вот, сразу можем поставить в публичной части для подписки. Давайте, пускай будет у нас там возможность подписаться на две рассылки. Дальше, следующий шаг. Выбираем или создаем группы для подписки. У меня есть несколько групп, мы можем, в принципе, создать новую группу. Давайте попробуем. Вот три, пускай будет называться. Группа активна. И мы можем выбрать фильтр источников, выбрать источники, откуда мы будем эти e-mail-адреса брать. Не будет у меня здесь, потому что у меня здесь никого не было вообще. Три получателя у меня есть, которым я первую рассылку. Ну, давайте, пускай сделаем их, допустим. Если что, потом список адресов, его можно и вручную добавлять. То есть, не обязательно его откуда-то с сайта агрегировать. Мы можем его либо вручную, либо взять из каких-то источников, либо файл с адресами сюда закинуть. У нас всегда вот под рукой здесь список адресов. И потом эти адреса мы можем группировать как-то. Вот у нас здесь группа создана. Ну, после этого вы можете брать там несколько групп, закидывать сюда. Причем, какие-то группы можно исключать. Опять же, тут достаточно такой гибкий инструмент. Создание выпуска. Ну, мы можем выбрать какой-то готовый шаблон. Посмотрите, как он выглядит. В почте. Ну, вот таким вот образом, например. Давайте его, например, и выпилим. Вот. Указываем тему письма. Уважаемый. И ставим переменную, например. То есть, у нас человек, который у нас в базе записан, как там, Иван Петров, получит персональное вот такое письмо, в котором в теме будет написано. Уважаемый Иван. Это письмо вам там прислали с сайта. Название сайта сюда вставали. Переменную и так далее. Опять же, какие-то адреса сюда, да, автоматом можно записать. Важность указать. Ну, и дальше создание, вот такой вот мастер, да, создание письма. Мы можем какие-то свои картинки загружать. Какие-то свои готовые уже области добавлять. Ну, например, не знаю. Так. Свернем сейчас. То есть, ну, поработать с таким мастером. Закинуть сюда, не знаю, что. Купон, допустим. Да. Просто перекинем. Купон на скидку 10%. Который у нас будет автоматически генерироваться. И каждый получатель этой рассылки будет получать, например, купон на скидку 10%. Ну, это хороший такой компонент, интересный. Можно его использовать. Ну, после того, как все это готово, можем сохранить свои шаблоны с каким-то названием. Можем какое-то положение приложить. Если надо, там, подайвку с какой-нибудь инструкцией. И выбрать, распределить эту рассылку, либо отправить сразу, либо по расписанию в определенное время. Да. Добавим расписание там. Укажем, какого числа. Не знаю, 15 апреля. 17.00, когда все с работы уже ушли. Мы вдогонку. Вернее, еще не ушли. Хотя, может, опять кто-то и уходит. Ну, и вдогонку какую-то отправим письмо. Чтобы вот прямо сейчас обязательно покупайте. Куда я улетел? Не запустили мы пока эту рассылку. Давайте попробуем изменить у нее статус сейчас. Отправить. Ну, отправили эту рассылку. Хотя, ну, я просто ее, да, по глупости, случайно поставил на паузу. Этого делать не надо было. Она должна была по расписанию самостоятельно отправиться. Ну, сейчас нам эти письма ушли. После этого мы можем посмотреть статистику этой рассылки. Да, ну, пока у нас данных нет, потому что, а, отправка не завершена еще или выпуск не отправлялся. Здесь можно будет посмотреть статистику по тому, сколько было отправлено писем, сколько из них открыли, сколько переходов по этим письмам сделали и так далее. И второй вариант рассылок – это триггерные рассылки. Давайте тоже попробуем через мастер добавить какую-то рассылку, посмотреть, как это работает. Мы можем создать рассылку вручную, но мы сейчас воспользуемся каким-то готовым шаблоном. Ну, например, отмененный заказ. Да, всего несколько шаблонов, и здесь у нас сколько? Семь штук. Во-первых, это запытая корзина. Когда клиент, авторизовавшись на сайте, положил какие-то товары себе в корзину, но не купил ничего. Это значит, ну, я не буду делать. Давайте запытую корзину. Это хороший, интересный сценарий. Так, здесь информацию какую-то указали. Следующий шаг – настройки. Условия запуска. Запытая корзина. Время запуска. Пускай в полночь. Условия запуска. Если положили «Да», товар, и он ничего у нас не сделал. Какие действия мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы цель у нас конечная – это оплата заказа. Давайте посмотрим, как все это у нас будет происходить. А, здесь уже не получится. Потому что у меня настройки-то… Сейчас подождите, попробую вспомнить. Давно не сходился, да. На самом деле, здесь этот сценарий уже отстроен. Да, если запыто более одного дня, то он отправит ему письмо и будет отправлять это письмо. Наверное, нам все-таки лучше тогда зайти в рассылки самому создать. Давайте вручную создадим. Так. Тестовая… Я вам напишу всякую. Так, условия запуска. Забытые корзины. Настя же не с ним. Оплата заказа. На самом деле, можно где-то настраивать… А, вот она. Вот они, письма. Забыл, куда посмотреть. Да, мы добавляем какое-то письмо. Выбираем готовый шаблон. Наверное, здесь у меня не будет таких шаблонов. В забытой корзине. Ох, не подскажу, что-то я запутался. Давайте оставим триггерные рассылки на наш третий вебинар. Гляну сейчас вопросики. Так, спрашивают, здравствуйте, как можно получить запись первого вебинара. Ну, на страничке… Давайте прям перейдем сейчас. На сайте 1S Bittrex, раздел «Мероприятия». Когда он? 7 апреля у нас, по-моему, был. Давайте я выберу «Вебинары». Развернем. 7 апреля, пожалуйста, заходите на этот вебинарчик. Вот она, запись здесь. Посмотрите. На здоровье. Так, давайте дальше. Интересно, какой-то вопрос видим. При покупке Bittrex у вас на сайте написано, что при покупке одной лицензии есть возможность сделать два сайта. Что касается шаблона, при покупке одного шаблона можно его установить на два сайта. Или на каждый сайт нужно покупать новый шаблон. Нет, шаблон можете на два сайта использовать. Совершенно спокойно. Так, давайте я пока вернусь в наш мастер. Мастер магазина. Посмотрим, что у нас там дальше. Рассылка электронные письма. Я не буду закрывать это. Да, мы еще вернемся к этому нашим третьим вебинаре. Так, подключение к Яндекс.Маркету. Здесь, так как я не авторизован на Яндекс.Маркете, наверное, не буду рассказывать. Скажу только, что в документации есть прямо обучающее видео про то, как это надо делать. Поэтому совершенно смело это можете взять, открыть и посмотреть. Я думаю, здесь я буду уже не сильно нужным помощником. Отмечу это только что. Допустим, это у меня выполнено. И следующий пункт. Маркет. Ну, здесь тоже, наверное, лучше обучающее видео посмотреть. Тоже проскочим этот кусочек. Потому что впереди еще много про заказы поговорить. Так, работа с заказами интернет-магазина. На самом деле, очень большая тема. У нас сейчас схема работы с заказами очень сильно поменялась. И это тоже тема отдельного вебинара. Я покажу сейчас, где находится он. Ну, давайте сначала посмотрим, как вообще у нас менеджер наш работает с заказами в админт-сайт. Это раздел «Магазин», «Заказы». И здесь вы можете увидеть, в первую очередь, вот такой фильтр. Вы можете заказы отфильтровать по тем или иным параметрам. Причем эти параметры можно вот так вот через плюсик здесь добавлять. Такие фильтры можно сохранять. Да, у меня вот есть несколько. Да и у вас наверняка будут такие же фильтры, которые идут по умолчанию. Да, например, какие-то приоритетные заказы. Ну, в данном случае это заказы, которые приняты. У которых статус «Принято. Ждается оплата». И у которых стоимость заказа вот там 10 тысяч рублей. Мы можем всегда добавить нолик. И приоритетные у нас там заказы, которые вот 100 тысяч рублей. Но не буду делать, у меня у нас 100 тысяч рублей заказов нет. Даже и на 10, да, с таким статусом заказов нет. Хорошо. Другой фильтр – это, допустим, оплаченные заказы, да, которые у нас имеют статус «Оплачен и не отменен». Поищем, да, таких у меня есть несколько заказов, да. Вот прямо отсюда могу поработать уже там в табличной части. Либо подвисшие заказы, да, которые приняты, ожидаются оплаты. Или оплаченные формируются к отправке. Ну, дальнейших действий по ним сделано не было. И у которых уже неделя, да, прошла. 5 апреля. Это что касается фильтры. Ну, опять же, вы можете все это, да, брать, настраивать под себя. Какие-то там добавлять. Какую-то информацию. Ну, у меня, например, по опту могу сказать, у меня есть фильтр отдельный, который выглядит вот так вот. Какие-то там поля еще есть. Он у меня называется просто. И если мне надо просто по номеру заказа найти какой-то товар. По номеру заказа, например, найти какой-то заказ, да, то у меня вот на моем сайте Bittrex такой вот фильтр есть. Я просто сюда на него перескакиваю. Сразу только номер заказа ставил и нашел. Так, помимо фильтра, давайте сейчас сверну вот эту панельку. Помимо фильтра у нас сами заказы отображаются вот в такой табличной части. Опять же, эта там личная часть очень удобно настраивается. Либо, если вы хотите, ну, если вам зачем-то надо, да, эти заказы выгрузить в Excel. Ну, иногда требуется, не знаю, для сверки с бухгалтерией, например, посмотреть. Поля настраиваются так, как вам необходимо. Просто берете колонки там, закидываете, какие вы хотите, чтобы отображалось. Ну, например, скидка товара, наверное, не сильно интересует. Давайте, на НДС, наверное, тоже не будет. Так, номер заказа. Город, например, да. Можем вывезти сюда. У нас будет показываться, с какого города делался заказ. Ну, это та информация, которую клиент сам запомнил. Я думаю, с этим понятно. Давайте теперь посмотрим, как происходит обработка заказа. Какой-нибудь возьмем последний. Вот, интересно, это заказ, который был мной сделан из CRM-системы. Мы еще посмотрим с вами, как это происходит, интеграция с CRM. Но сейчас поговорим про форму заказа. Сейчас у нас присутствует два состояния. Заказа. Во-первых, это мы можем посмотреть этот заказ, да. Вот сейчас, как он выглядит. Сразу какие-то параметры заказа. Но в первую очередь, это давайте сверху пойдем, да. Это такое меню, в котором мы можем изменить заказ, распечатать какие-то документы, скопировать, либо удалить этот заказ. Потом для быстрой навигации сделаны вот такие вот специальные ссылочки, да. Если нас интересует оплата, мы сразу хлопок оплате, если что, и перешли. Опять же, здесь наверху мы можем прицеплять какие-то блоки. Вот такой чуть-чуть, я не знаю, видно вам, не видно, он слегка розоватый блок. Это основная информация, да. То есть статус заказа, фамилия, e-mail, телефон заказчика, общая стоимость товара. Ну, с нашей точки зрения, это та информация, которая покупателям, вернее администраторам требуется в первую очередь. Вот. Ниже можем листать. Как вам удобно, можете настраивать, местами менять, переставлять эти блоки. Вот. Ну, в зависимости от того, просматриваете вы этот заказ, либо редактируете его, то у вас будет меняться вот это расположение вот этих блоков. Так, что еще здесь? История изменения заказа, да. То, когда, что делал. У меня все эти заказы делал пользователь CRM Import. Это, скажем так, пользователь робот, который автоматически состоит из заказа, если они были сделаны в CRM. То есть вся информация по изменению заказов, она здесь есть. Вы всегда сможете увидеть, кто ответственный за ту или иную зателенные изменения. Вкладка «Анализ заказа». Ну, что она всегда включает? В первую очередь, сводка по товарам. Видно сразу, сколько товаров было запланировано, сколько отгружено, сколько осталось и так далее. Вот вся информация. И второе – это список всех документов по заказу. Легко можем к любому документу перейти. У нас, например, наложенный платеж тут есть, документ отгрузки. Всегда, если что, можем взять и этот документ открыть. Что еще? Так, про подстройку формы я вам рассказал. Заказ вернусь. И посмотрим состав заказа. Эх, нет здесь у нас никаких скидочек. Ну, тем не менее, мы можем управлять здесь всеми скидками. Если какие-то заказы сделаны со скидкой, это, наверное, проще все-таки будет найти заказ со скидкой и посмотреть на его примере. Так, товар 1, товар 2. Давайте вот это попробуем. Вроде нам товар 2 какую-то скидку на 2% нам дало больше. Нет? Нет. Ремень, ремень, ремень. Вот это попробуем сейчас. Нет, что-то не подойдет, мне товар со скидками. Ну, ладно, это не суть. Что еще? Про что еще хотелось бы рассказать? Да, в заказах появилась возможность отгружать и оплачивать товары частями. Для чего это нужно? Ну, бывают, например, такие ситуации, да, когда клиент сделал заказ, заказ уже все собрали, упаковали, а он просит, звонит и просит добавить какой-то еще товар в этот заказ. Ну, для того, чтобы не разбивать это на несколько заказов, можно прямо тут добавить товары какие-то, потом добавить разные отгрузки и даже разные оплаты, да, например, часть заказа он оплатил яндексингами, часть заказа оплатил при доставке курьером каким-то. Так, не буду, наверное, сейчас подробно на этом останавливаться. Отдам вам вот такую вот интересную ссылочку. Просто есть отдельный вебинар по новой форме работы этих заказов. Находится на сайте NSBitrix.ru в разделе разработчиков. Есть у нас такие блоги Bitrix. И как раз статья вот этого вот будущего управления заказами наступила. В самом конце своей статьи Юрий как раз дает ссылку на этот вебинар. Вот он порядка полутора часов длится. Вся логика работы здесь подробно описана, поэтому тоже рекомендую вам посмотреть. Если кому-то нужна прямая ссылочка, пишите в комментариях. Сделаю прямую ссылочку. Так, давайте потихонечку перейдем дальше. Что еще? Ваши покупатели. Ну, в принципе, аналогично списку заказов вы можете просматривать список своих покупателей. И смотреть, то же самое, каких-то лучших покупателей, либо новые покупатели, которые в текущем месте появились. Зайдя в профиль покупателя, естественно, вся информация по нему. Здесь же привязывайте, к каким группам он будет относиться. И все прочее, прочее, прочее. Так, брошенный корзинный покупатель. Да, опять же, интересный инструмент такой, который позволяет посмотреть, кто у нас из посетителей, какие товары себе в корзины положил, но не купил ничего. И дальше уже с этим можно покупателям связаться, либо письмо написать, либо позвонить, и, может быть, как-то договориться о продаже. Что еще? Отчеты в интернет-магазине. Сверем, смотрю, в самом конце. Ну, хорошо. Есть типовые отчеты, которые можно создавать. Смотреть доходность, лучшие клиенты, брошенные корзины и так далее. Плюс вы можете всегда взять, копировать этот отчет и каким-то образом настроить его под себя, задавая те или иные поля. Либо создать такой отчет с нуля. Не самый, скажем так, простой инструментарий, но работать можно. Вот таким образом, например, можно фрайс-лиз взять и достаточно просто создать. Так, что дальше? У меня время уже заканчивается. Еще много надо вам рассказать. Внутренние счета покупателей, если кто-то будет использовать, то же самое. Да, можем открыть, посмотреть, добавить к какому-то пользователю на счет. Не знаю, давайте мне сейчас добавим какое-то определенное количество денег. 500 рублей. У меня на счету будет 500 рублей, с помощью которых я смогу какие-то покупки, в том числе, оплачивать на сайте. Делаю какой-то заказ и указываю, что 500 рублей или 300 рублей оплачу с внутреннего счета, а остальной заказ оплачу как-то по-другому. Так, персонализация. Что здесь сказать? Здесь есть специальный тоже видеоролик, что это такое и как это работает. На самом деле здесь такая, можно сказать, магия. Это облачный сервис, который анализирует покупки, поведение пользователей на разных интернет-магазинах, которые используют этот сервис. И этой информацией он умеет делиться. Давайте покажу, наверное, вживую. Может, даже Олег запустим. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с каждым днем. Выигрывает тот, кто умеет лучше конвертировать своих посетителей в заказы. Возьмем обычный интернет-магазин. С тысячи посетителей вы получаете выручку 1 миллион рублей, но с такого же трафика можно получить на 10-30% больше, если сделать интернет-магазин персональным для покупателя. Мы разработали облачный сервис персонализации Bittrex Big Data, который является частью платформы 1S Bittrex. Сервис анализирует посетителей, зашедших на ваш сайт, их интересы, покупки, сходство с другими покупателями, при этом сохраняя полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Универсальный компонент персонализации может быть легко размещен на главной странице вашего интернет-магазина, в списке товаров, в детальной карточке товара, в корзине и на странице оформления заказа. Персональные рекомендации также будут доступны вашим менеджерам по продажам при обзвоне покупателей, что позволит увеличить средний чек и выглядеть в глазах покупателей более компетентными. В дальнейшем рекомендации могут быть использованы для персонализированных рассылок вашим клиентам. Сервис Bittrex Big Data. Один из лидеров по охвату интернет-магазинов. Позволяет связать онлайн и офлайн продажи из 1С. Является составной частью платформы 1С Bittrex. Bittrex Big Data. Конвертируйте в продажи лучше конкурентов. Так, ну здесь я думаю все достаточно подробно рассказали. Единственное, что стоит понимать, пока этот сервис еще находится в стадии бета-тестирования, и всего того функционала, который мы хотели, чтобы там был, его пока еще нет. А вот те же самые Big Data в e-mail рассылках, это помрачительнее какой-то инструмент будет, когда его запустят. Но я думаю, это в ближайшее время произойдет. Потому что рассылки будут запускаться только для тех пользователей, которых товар, который вы предлагаете в этой рассылке, может заинтересовать. Да, допустим, у вас осталось 5 единиц какого-то товара на складе. Система сама анализирует, кого из ваших покупателей, из ваших посетителей этот товар может заинтересовать, и отправляет ему персональное предложение. Дорогой Иван Иванович, пожалуйста, проходите. Осталось всего 5 штук. Специальная цена только для вас. Человек видит такое письмо, радуется и бежит покупать. Отличный инструмент. Как он работает, давайте, не знаю, зайдем в какой-нибудь товар, посмотрим. У меня вот в товаре... Смотрим, и персональные рекомендации. Ну, здесь они, может быть... Он отображает, не помню, честно говоря, по какому принципу, но он у меня сейчас показывает тот же самый товар. Ну, стоит понимать, да, что это здесь пока только тестовое все. Поэтому, может, какая-то информация не совсем адекватно отображается. Нет, потому что по магазину-то моему не ходит никто. Так, с персонализацией, я думаю, пока все. Ну, на самом деле, там еще много будет интересного со временем, да. Вот то же самое говорили, что для менеджера по продажам, да, прям будет отдельный блок вводиться в карточке заказа, где, когда менеджер говорит по телефону, да, подтверждает какой-то заказ, он сможет видеть, что тот или иной товар может еще предложить покупателю, который его наверняка заинтересует. Есть вопросики у нас, давайте отвечу на них. Так, у вас есть стрелка поднятия страницы в заказах. Почему на моем сайте ее нет? Судя по всему, сейчас покажу, речь идет, наверное, не только о заказах, а о этой кнопочке. Это на самом деле не битрикс, это я себе поставил такую штуку, называется scroll to top button. Она бесплатная и очень удобно ей пользоваться. Так, отвлеклись немножко от темы. Скажите, могу ли я запустить сайт на стоковом шаблоне, наполнить его и начать работать, потом уже заниматься разработкой шаблона, его тестирование ТП. Затем этот шаблон дизайна тянуть на уже работающий сайт. Просто звонил в ТП битрикса, мне сказали, что так сделать нельзя. Игорь не очень, честно говоря, понял. Вы на стоковом шаблоне хотите сайт на битриксе запустить или нет? Используйте готовые решения в маркетплейсе, работайте с них. У вас задача, если вы запускаете интернет-магазиты, как можно быстрее начать продавать. А разрабатывать какие-то другие версии, другие варианты, почему нет, разрабатывайте вообще без проблем. Возможно, не очень правильно вас поняли ребята, которые по телефону отвечали. Ну, опять же, можете лично мне написать, пообщаемся. Так. Так, прямую ссылку скину, хорошо. И эскиз тоже скину. Ну, Роман вроде ответил на ваш вопрос. Давайте побежим дальше. На техподдержке я даже не буду останавливаться. Ну, если кто-то собирается оказывать техподдержку своим клиентам, есть специальный модуль, ну, не самый часто запрашиваемый, так скажем. Поэтому я даже сомневаюсь, что кого-то он из наших слушателей заинтересует. Ну, тем не менее, модуль есть, здесь можно это самостоятельно посмотреть. Гораздо интереснее поговорить сейчас про интеграцию CRM-B324. Как она работает. Ну, опять же, да, есть такой вот специальный раздел CRM. Добавить интеграцию вы можете самостоятельно. Я уже сделал это. Все это происходит достаточно просто. Вам надо будет либо получить CRM-B324, да, если у вас еще нету нашего замечательного облачного сервиса, которому, кстати, у которого сегодня день рождения, 4 года полный, 12 апреля. Либо, если интеграция уже есть, вы просто указываете адрес своего портала, указываете логин, пароль, и синхронизация настраивается автоматически. И как это выглядит вживую, давайте посмотрим. Вот сделки, все заказы, которые у меня поступали в интернет-магазин, они автоматически у меня появлялись здесь, как сделки. Как бы фильтр свернуть. Да, то есть автоматически появлялись тут, как сделки. Вот, например, заказ eShop17. Давайте прямо тут посмотрим. Где мои заказы? 17-й, вот он. На 1759 рублей 10 копеек. Ну-ка, смотрим, да, заказ на 1759 рублей 10 копеек. Ну, он у нас уже как проданный. Тем не менее, мы его можем здесь, если нам необходимо, изменить. То есть прямо отсюда можем выставить счет, отправить, позвонить клиенту, записать этот звонок, если мы делали этот звонок с телефонией, которая у нас в Bittrex24. Плюс, опять же, прямо тут вы можете редактировать заказ так, как будто вы находитесь в админке на сайте. То есть менеджеру не надо заходить на сайт для того, чтобы работать с заказами, если у него подключена CRM. Он прямо тут все действия может делать, добавлять товары и так далее. Опять же, давайте, да, вот посмотрим, сделку заводил я. Сделка номер, ну, я ее так 44 назвал, а здесь она у меня появилась как сделка номер вот 18. То есть менеджер сидит, работает, у него поступил звонок, он, прямо отвечая по телефону, создает какую-то сделку, указывает... Так, ну, тут у меня какие-то тестовые поля, это не обращайте внимания, это все было для экспериментов. Вот самая главная галка, связать с интернет-магазином. Сделка по звонку, там, допустим. Ответственный тип продажи. Оконтакте, если у нас есть какая-то информация, там добавляем. Но если нам звонит клиент, с которым мы уже общались, то мы просто выберем этого контакта и создаем, да, заказ в магазине. Убираем для какого сайта, не для этого. Неправильно, не для того сайта создал. Убираем либо существующего какого-то покупателя, либо заводим нового. Ну, я выберу. Ну, где я-то? А вот он. Да, вся информация у меня сразу автоматически проставилась здесь. Убираем службу доставки, там, если нам надо, да, по телефону все это обговариваем. Курьером пускай будет. Да, потому что у меня первого класса стоимость не даст рассчитать. Не даст рассчитать стоимость, потому что не указано у меня, во-первых, пока сейчас еще никакие товары. И даже если не указано, то свойства товаров у меня не проставлены, ни вес, ни какие-то параметры. Ну, давайте выберем что-нибудь, не знаю, платье какое-нибудь. Купим. Выберем платье, размеры XL. И выберем размеры S. Когда два платья будут. Все, товары у нас здесь есть. Если какие-то промокоды есть, можем их здесь добавить. Опять же, да, прямо здесь мы можем предложить то, что в корзине у меня лежит, да, то есть Никита Грабанова лежит в корзине. Штаны, жизнь в абстракции. Помните, мы сегодня со скидкой 50% когда смотрели, как скидки заводятся, я положил себе в корзину вот эти штаны и вот это платье. Можем прямо сюда взять и закинуть в этот заказ. То есть, да, с клиентом поговорили, что, слушайте, а вот вы смотрели, у вас там в корзине лежит еще товар, давайте, может, к этому заказу добавим тоже. А клиент там просто по телефону позвонит. Ну, и что он просматривал, да, мы сегодня с вами нижнее белье, белое свободу просматривали, можем тоже взять и докинуть его в заказ. Не указана платежная система. А, вот она, конечно же. Пускай будет наложенный. А, наличный курьер. Да, у нас доставка курьером, пускай будет способ оплаты наличным курьером. Сохраняем все это дело. Ого. Со скидками. Так, не получится у меня здесь что-то. Не скажу, почему сейчас. Что-то там со скидками. Не буду разбираться, уже не успею. Пустят, не пустят. Не пустят. Ладно, давайте попробуем сделать. Еще раз. Что-то делаю не так, что пока не знаю. Покажу обязательно и расскажу в нашем следующем вебинаре. Так, давайте товар. Так, доставка. Пока доставку он не дает, потому что... Почему же не дает? У меня что-то... У меня же проставлена там доставка какая должна быть. вся информация есть. Очень странно. Что-то, видимо, делаю не так. Ладно, не буду сейчас пока на этом останавливаться тогда. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Если нет, то буду сейчас потихонечку передавать уже слово своему коллеге. Роман, это не... Все, про модуль в стрелке спрашивают. Это не модуль в стрелке. Scroll tab to tab button называется. Насколько быстро заказ из Bittrex попадает в 1С? От чего это зависит? Вообще у нас интеграция настроена так, что... Обмен данными с 1С работает в режиме реального времени. То есть, как только на... Заказ у вас оформлен на сайте, он сразу у вас в 1С появляется. Ну, там, какие-то доли секунды-секунды. Опять же, Руслан, если интересно, смотрите, покажу сейчас. Пока не закончил. 1С.1С-Bittrex.ru Просто интеграция с 1С это такая прям сильно узко профильная тема. Вот есть на сайте 1С1S-Bittrex.ru раздел вебинары, да? Вообще просто в феврале или в январе, я помню, был еще один у нас вебинар. По тоже интеграции с 1С. Посмотрите, там, в принципе, я думаю, большинство вопросов было отвечено по 1С. Сейчас я попробую еще вот так глянуть. Убрали фильтр, к сожалению. Где-то, по-моему, в январе было. А, вот, живой мастер-класс по 1С. 19 февраля. Посмотрите, вот этот мастер-класс, достаточно подробный, был там, по-моему, порядка двух часов, рассказывали ребята, как раз по интеграции с 1С. Там, я думаю, на все вопросы, на большинство ваших вопросов были даны ответы. Так. Ну, Игорь, ну, да, спрашивает Игорь по поводу запустить на битрикс на стандартном шаблоне, далее наполняю сайт, сайт работает, уже потом из маркетплейса выбираю шаблон, дорабатываю, настраиваю, чтобы не терять время дизайна. Ну, в принципе, можно. Ну, я не знаю, я не вижу никаких проблем в этом. Можно подумать о каких-то нюансах, но, не знаю, на вскидку ничего такого нет. Так, вопросов больше нет. Или, если есть, пишите еще в течение выступления Артура. Артур, передаю слово. Всем спасибо за внимание. Мы с вами встретимся еще 26, по-моему, апреля, да, когда будет третья часть. Посмотрим то, что не получилось у меня сегодня. К сожалению, не успел должным образом подготовиться. И рассмотрим третий пункт из нашего мастера настройка. Спасибо всем. Так, Артур, переключаю. Раз-два, проверка. Слышу, пока не вижу. Отлично. Сейчас, секундочку. Вот сейчас все будут видеть. Все. И слышу, и вижу, и себя тогда ставлю пока на паузу. Наблюдаю со стороны. Коллеги, друзья, добрый день. Меня зовут Кинебеев Артур. Я руководитель отдела тиражных решений веб-студии «Факт». Сегодня пойдет разговор об интернет-магазине одежды и аксессуарах на примере нашего решения «Шопхаус». План нашего вебинара, вы видите сейчас он на экране. То есть это изучаем интернет-магазин одежды на рынке. Что хорошо, а что плохо, делаем выводы. Почему самое важное – это контент. Анализируем сценарии заказов. Ожидание покупателей. Расширяем целевую аудиторию. Адаптивный интерфейс. Ведем учет интеграции с 1С и с коробки. Персонализация готового решения. И смотрим примеры, подводим итоги. В двух словах о нашей студии. Студия «Факт» специализируется на разработке индивидуальных проектов на 1С-Битрикс, техническом сопровождении и развитии проектов. Разработке и внедрении мобильных приложений и готовых решений. Нашими клиентами являются такие крупные компании, как Адамас, Павла Контас, Лавдом, Металлпрофиль и многие другие. Основными достижениями, которыми мы гордимся, это второе место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов в верхнем ценовом сегменте. Тринадцатое место в рейтинге ведущих веб-разработчиков-интеграторов по версии Tagline. Это на 7 ступеней выше, чем было в 2014 году. И из года в год наши проекты выигрывают и занимают призовые места в рейтинге «Золотой сайт». Итак, давайте перейдем к нашей теме вебинара. Я думаю, ни для кого не секрет, что один из основных вопросов при создании интернет-магазина – это определение целевой аудитории сайта. А именно, кто является нашими клиентами и каковы их ожидания. Перед тем, как выпустить наш продукт в магазин «Одежа Шопхаус», мы провели огромное количество маркетинговых исследований, в том числе и социальных опросов, для того, чтобы выявить основные ожидания пользователей и, как показала практика, на чем чаще всего спотыкаются владельцы интернет-магазинов. Итак, мы сформировали некий чек-лист ожиданий, который вы сейчас можете видеть на своих экранах. Для более детального обсуждения давайте перейдем к сайту сразу. Итак, самая банальная и очевидная ошибка, которую большинство владельцев интернет-магазинов допускают – это плохие фотографии товаров. Хорошие, качественные, привлекательные фотографии товаров могут увеличить вашу конверсию в 5 раз. Одним из основных критерий выбора товаров в интернет-магазине одежды является именно фотография. То есть люди выбирают только посмотрев на фотографии товара. В нашем решении мы используем большие блоки для фотографий. То есть вы можете даже посмотреть в каталоге. Например, для женской одежды. Большие карточки товаров, где человек может уже полностью детально рассмотреть каждый товар. Если он перейдет в карточку товара, то есть слайдер с дополнительными фотографиями с разных пракурсов. И у каждой фотографии есть детальный просмотр, где открываются огромные изображения. Также необходимо не забывать про номер телефона в шапке сайта. Вроде такой незначительный параметр, как номер телефона. Однако номер телефона расположен в видном месте крупными цифрами, увеличена версия сайта на 18%. Давайте добавим несколько товаров в корзину. Не стоит забывать об удобстве оформления заказа пользователя. Не надо заставлять пользователя оформлять его полноценный заказ с заполнением 100-500 полей. Стоит позаботиться, чтобы пользователь мог купить все выбранные товары в один клик. И забив только номер телефона. Мы эту возможность реализовали. Пользую достаточно всего лишь заполнить номер телефона и дождаться, пока менеджер свяжется с ним. Менеджеру на почту приходит уведомление, в котором отображаются контактные данные пользователя, то есть это его номер телефона и список товаров, которые он выбрал. Такая простая вещь, но пользователь будет очень вам благодарен за это и, соответственно, увеличит конверсию вашего сайта. В корзине человек уже может поменять количество товаров, удалить, если он передумал о покупке именно этого товара, и, собственно, перейти на полноценное оформление заказа. Также при переходе на полноценную корзину, то есть, соответственно, у него уже есть возможность отложить товар на поздний срок, например, он может позже зайти в корзину и привезти его, либо полностью перейти уже к полноценному оформлению заказа. Полноценное оформление заказа состоит из трех основных блоков. Ну, я думаю, уже про это все рассказывали, все уже и, собственно, знают, наверное. Не будем на этом заострять внимание. Так, о чем еще хотелось бы рассказать? Для кого не секрет, что социальные сценарии, оценки, рейтинги других покупателей, комментарии являются, наверное, одним из основных критериев выбора товара. Это в нашем решении мы реализовали данную возможность. У каждого товара есть свой рейтинг, который составляется в зависимости от оцены, которую проставил клиент. На каждый комментарий можно оставить свой ответ, например. Да, есть, конечно, капча сложновато иногда бывает. Вот. Кажется, администратор сайта может оставить ответ на данный комментарий. И благодаря данной социализации, данная социализация очень важна, и она работает, не стоит про нее забывать. То есть нужно обязательно отвечать на комментарии и вопросы ваших клиентов. Также есть возможность интегрироваться к социальным сетям. То есть человек может оставлять комментарии. То есть человеку для того, чтобы оставлять комментарии, не обязательно нужно заполнять все свои данные, фамилию, e-mail и код подтверждения. То есть он может авторизоваться через соцсеть и оставить комментарий через соцсеть. Собственно, соцсетями можно интегрироваться с соцсетями. Это ВКонтакте и Фейсбук. Ну и также основные, такие как Google+, Twitter, Одноклассники. Так, давайте перейдем к карточке товаров. Не стоит забывать про фильтрацию товаров. Не надо оставлять пользователю, не надо оставлять пользоваться один на один с тысячами товаров. То есть необходимо дать возможность ему найти, помочь найти то, что он ищет. Нами был разработан умный фильтр на компонентах один из Митриксов, благодаря которому пользователь может выбрать именно те параметры, которые ему нужны. Например, я хочу выбрать только размер L. Тут же у нас появляется сообщение о том, что найдено 8 товаров по данному размеру, и можно сразу же показать. Если я также хочу L, но уже черного цвета, то, соответственно, по данным параметрам фильтрации у нас будет всего лишь один товар. При нажатии появляется товар, у которого можно как раз таки выбрать размер L и черного цвета. Поскольку все-таки у нас коммерческий продукт, то нужно максимально мотивировать покупателей на допродажи, на различные маркетинговые фишки. В частности, в нашем решении можно выделить различные акционные товары. То есть у каждого товара можно выделить различные метки, такие как новинка, хит-продаж, акция-распродажа. Также есть релевантные товары. То есть... Давайте найдем этот товар. Также релевантные товары. Например, как раз таки слайдер с этим товаром мы рекомендуем. Когда у вас уже накопится определенная статистика по купленным товарам, вы можете забирать релевантные товары вместе с основным. И тем самым увеличить ваш средний чек. Также не стоит забывать о том, чтобы показать покупателю, какие товары он смотрел до этого. Чтобы покупатель уже не прерывал свои покупки, а сразу мог уже добавить в корзину необходимый его товар. В товарах можно формировать наборы. То есть предлагать клиенту приобрести к основному товару различные аксессуары, дополнительный товар. То есть как у нас сейчас это реализовано. То есть к основной рубашке, к основному товару DER, DER можно приобрести к набору джемпер и отдельные джинсы. То есть, соответственно, можно сразу приобрести полностью весь комплект, либо по отдельности. Также к этому набору вы можете устанавливать дополнительную скидку. Если, например, человек покупает отдельный товар, то есть он будет стоить 5,832 рубля. А если именно набором, то 10% скидку полностью на весь набор. Из маркетинговых фишек также можно выделить такие классические штуки, как слайдеры, преимущества вашей компании, также преимущества при покупке именно данного товара. То есть это различные скидки, подарки, метки, что выбор покупателей. На главной странице мы также вывели преимущества вашей компании. То есть вы можете спокойно их менять, оставлять такие, как есть, переименовывать, менять иконки ваших преимуществ. Также слайдер с новинками, хитом продаж, с акциями и рекомендуемыми товарами. Дополнительные баннера с рекламными акциями. Еще один дополнительный баннер под рекламу. Хотелось бы, давайте, наверное, вернемся к нашей презентации и рассказать о такой вещи, которая является проблемным местом многих интернет-магазинов. Это адаптивность сайта. Давайте представим следующий сценарий. У меня есть сотовый телефон, я стою в пробке, и мне срочно необходимо приобрести галстук для встречи. Я захожу на сайт, и если он не будет иметь мобильную версию или адаптивный интерфейс, или хотя бы мобильное приложение, то появится проблема. Все кнопки, все изображения будут очень мелкими и неудобно, невозможно кликнуть по какому-либо необходимому товару. И из-за этого мы можем начать терять наших потенциальных клиентов. Очень важно для каждого решения показать максимальный оптимальный интерфейс сайта. Это крайне существенно снижает показатель отказов и также крайне существенно увеличит конверсию сайта. Наше решение полностью адаптивно от мобильной версии до iMac, до разрешения 2440. На любом из устройств пользователям будет удобно выбрать товар, просмотреть его характеристики, открыть детальную карту товара и, собственно, оформить заказ. С адаптивностью, наверное, давайте перейдем уже к интеграции с 1С. Многим очень часто возникают вопросы, что есть 1С-предприятие, на котором хранится вся информация, ведется вся работа и есть страхи по внедрению готового решения. Что интеграция будет некорректна, придется нанимать каких-то дополнительных специалистов, переделывать выгрузку с 1С. Бояться этого не стоит. Магазин подготовлен под выгрузку из 1С в существующие инфоблоки. Здесь, конечно, большое спасибо 1С-бит, который интеграция с 1С-предприятием становится очень простой. Если у вас все ок с типичностью введения списка манклатуры в 1С-предприятие, то выгрузка будет происходить практически в нескольких кликах. Просто выгрузить каталог на сайт и начать полностью работать именно с интегрированным продуктом. Если у вас возникают какие-либо вопросы с интеграцией с 1С, то вы смело можете к нам обращаться. У нас есть богатый опыт именно внедрения 1С в наше решение. И практически 55% наших решений уже идут именно с интеграцией с 1С. Интегрировать можно не только с 1С, но и, соответственно, с CSV-файлами, XML-выгрузками. То есть интеграция здесь очень простая. По основным проблемным местам. Там очень быстро, я смотрю, пробежались. Давайте, наверное, перейдем к нашему собственному решению также. Мы собрали все минусы именно пользовательского сценария, которые мы нашли, проанализировав большое количество интернет-магазинов. пробежались по всем рабочим сценариям пользователей. И превратили все минусы этих сайтов в плюсы. И акцентировали в нашем решении ShopHouse. Стоимость нашего решения – 19,990 рублей. И специально для слушателей нашего вебинара мы подготовили промо-код, по которому вы можете оставить предзаказ на наше решение и получить скидку на него. Сейчас решение находится на подготовительном этапе на отправку в модерацию в Bittrex. То есть в ближайшее время оно уже появится на сайте Marketplace и вы сможете его приобрести. Если вы хотите уже сейчас оставить предзаказ, то с этим скидочным промо-кодом просим вас написать нам на почту, предоставим существенную скидку на наше решение. Решение работает на редакции 1S Bittrex управления сайтом «Малый бизнес» и «Бизнес». «Малый бизнес» и «Бизнес», в принципе, да. Что касается перспектив решения. Мы постоянно собираем фидбэки, отзывы от наших клиентов и периодически спускаем обновления для нашего решения. Кроме того, мы готовы адаптировать решение под ваши внутренние бизнес-процессы, провести персонализацию этого решения при внедрении. У нас прозрачный расчет стоимости доработок. Смечивается это полностью все по нормам и часам в отделе готовых решений. И у нас работает целый отдел технической поддержки. При покупке решения у нас происходит бесплатная установка на сервер, консультация и помощь по настройке данного решения. Мы стараемся быть максимально клиентно-ориентированным. Ну, собственно, демо-сайт. Так, неверный слайд. Демо-сайт у нас находится по адресу dress.studiofakt.ru. То есть вы можете перейти, посмотреть, как все работает. В принципе, если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете их сейчас написать. Сейчас в окошко написать. Либо к нам на почту. playsobaka.studiofakt.ru. Ну, в принципе, мой доклад уже подошел к концу. Если есть вопросы, готов на них ответить. Больше времени у нас осталось как раз на вопросы. Ну, на самом деле, время еще есть. Так что можно смело позадавать вопросы, как мне, так и Артуру. Я не знаю, Артур видит вопрос по поводу, какого решения должна быть анонсовая картинка в списке товаров, если размер реальный 300 на 300, а в шаблоне она размером 80 на 80. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас, секундочку. То, что размер изображения будет сжиматься до нужного. То есть, проблем не должно возникнуть никакого с изображениями. Так. Зачем на тянет страницы вкладка «Ближайшие рестораны»? Ну, да, да, здесь, к сожалению, разработчики поторопились. Как раз вы хотели успеть выложить решение максимально быстро к данному вебинару, поэтому не успели поправить это. Но это исправится. Еще какие-нибудь вопросы есть? Как в Битрикс предусмотрено общение с поставщиками? Руслан, чуть-чуть, более развернуто, задайте вопрос. Или пример какой-то приведите. Не очень, честно говоря, понял. Артур, может, вы поняли? Так, так, общение с поставщиками, это какой вопрос? Самый последний. Как в Битрикс, как сделать заказ поставщику? Не очень понимаю, честно говоря, причем из Битрикс. Битрикс – это интернет-магазин, это вы с клиентами общаетесь, а у поставщиков у вас свои какие-то отношения. Вы можете, не знаю, в принципе, по отчету, по какому-то смотреть, какие у вас товары там закончились, и заказывать такие товары. Например. Сейчас пояснит Русланам. Ну, давайте. Да. 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 Так, я не знаю, Руслан, давайте сейчас вот так вот сделаем. Просто чтобы не задерживать остальных, наверное, да, я сейчас включу страничку со своими контактами. Сейчас, секундочку. Где можно мне, в принципе, написать. Сейчас, одну секунду. Смотрите, у нас есть такая штука, как битрикс-нетворк. Смотрите, у нас есть такая штука, как битрикс-нетворк. Битрикс-24-нетворк. Битрикс-24-нетворк. Сейчас я на себя переключу. И в этом битрикс-24-нетворк. Вот есть моя страничка, битрикс-24-нет. Никита. Ну, e-mail у меня здесь стоит личный. На него не пишите. Если хотите написать, то пишите. Не знаю, вот сюда сейчас. Вот так напишу. Никита, диноз, битрикс-рум. Вот. Если хотите лично пообщаться, пишите. Ну, единственное, до конца недели сейчас уже буду в командировке. Ну, постараюсь на письма, на все отвечать. А если в плане созвониться, то можно на следующей неделе пообщаться, в принципе, с каждым из вас голосом. Так. Если у вас тысяча оплаченных заказов, выносите, что видно через структуру подчиненности. Заказ покупателей, приход на орган, заказ участвующий, приход реализация. И... Руслан, давайте, наверное, не будем ждать уже. Не будем, вернее, задерживать остальных. Не очень понял ваш вопрос. Давайте мы следующим образом поступим. Напишите мне здесь в questions свой телефон. Я сегодня вам наберу где-то часа через полтора. Мы с вами пообщаемся. И ответ на ваш вопрос озвучим. Во-первых, выясним подробно, что за вопрос. А потом, да, все, телефон вижу. Ответ на вопрос озвучим во время третьего... нашего третьего вебинара. Спрашивают, когда перерыв. На самом деле, уже закончился вебинар. Артур, спасибо. До новых встреч. Да, хорошо. Всего доброго. Всем спасибо. Приятно было с нами пообщаться. Спасибо. Всем спасибо. У нас, наверное, на сегодня на этом все. Я сейчас остановлю запись.